всем привет друзья вы смотрите канал боевые ботаники мы находимся в новом клубе ффс на стародеревенской улице дом 25 и я рад приветствовать в новом году леонида петровича ильченко приветствую и тема нашего сегодняшнего урока это бой с тенью бой с тенью у нас будет руки-ноги или только руки и руки и ноги мы начинаем обычную гусь тенью бокс потом кикбоксинг а потом к 1 от простого к сложному идем бой с тенью то что такое это игра на шахматы доске черными и белыми помните как этот крокодил гена играл с собой да сам собой за белых сыграл повернул за черный сыграл ты должен видеть ситуации или создать задавать задачу какую-то решать ее всегда ли это просто как формальное упражнение как скакал но нет нет я не согласен вы же бьете по воздуху то есть вы наносите ударе должны наносить ударе со всей силы это те технические данные которые вы используете да они должны бы полноценно выполняться то есть если вы партнера там играете пятнашка руками вы там не доводите удар там и так далее а здесь вы должны бить со всей силы на выдохе можно выполнять просто вот так вот накидывать бой с тенью а можно бить плеча то есть плечами руками ногами бой с тенью называется бой с воображаемым противником то есть ты видишь противника никого нет и один боксируешь там хочешь пройти ему в туловище допустим левым прямой да то есть дергаете дергаете раз ударил туда и опять двигаешься потом опять раз раз отсюда дал то есть и постоянно для движения бой с тенью левой рукой команда пазу прозвучала fight ну или бокс каждый индивидуально именно заставляет голову свою думать следующий раунд я даю своим ребятам вольный бой прямыми ударами раз печень дал там уклон сюда ушел то есть на отходах работаем в максимальном темпе всегда как боюсь конечно а что здесь стоять вот просто там что-то делать должна быть работа на вот я уже выдыхаюсь это для чего делается для того чтобы я не завалился я выполняю полноценный прием но по воздуху со всей силы это бокс ну возьмем кикбоксинг руки-ноги колени бэквисты все все как должно быть работаем допустим это по фулу работаю допустим опять прямой удар все это со всей дури а тот кто еще начинает кто у кого не очень хорошо поставлен на комбинацию удары вот может быть ему как-то упрощенные какие-то несколько движений двойка три удара четыре удара и передвижения то что он знает то и выполняет потом комбинация отрабатывает уклон в печень или левый прямой правый снизу самая главная задача это какие технически правильно выполнять удары надо делать хорошо плохо и так получается вот пришел новичок я щас покажу что он должен делать левой рукой работает прямые удары ту еще прямой сюда прямой передвинулся опять работает отсюда там на двойные удары уже знаешь что двойки раз-два поменял позицию раз-два если он уже умеет на серийной работы допустим прямыми ударами то есть работает раз-два-три-четыре и пошел работать руками и опять передвижение обязательно двигаться не стоять на месте это вот первый этап изучил он удар снизу раз-два ударил пошел передвигается раз-два и ушел допустим левый или правый прямой я ударил а и левый в печень пошел в дар левый прямой ударил правый под сердце дал сюда уклонился ударил в печень сюда удар сюда 2 можно сюда дать можно сюда дать но это по воздуху работает все время он этого противника представляется да да не просто какая-то фигуру такую вот не некий на который высказывает руки вот-вот-вот-вот если встречи на дар допустим сюда дал все их тут дал ту выше сразу задаешь себе задачи решаешь их так вот сейчас противник будет бить правой прямой что я могу здесь делать но я сначала смайорирую потом я сделаю левый бороду дам или левый правый в туле щедом под правую руку в стене полезно делать перед зеркалом лет не мешает нужно ведь партнера нет вот я я всегда своих ребят ругая когда у зеркала станут и стоят на одном месте и вот смотрят на себя там не надо ты же бою будешь двигаться передвигаться там туда-сюда то есть маневр должен а ты будешь стоять у зеркала это неправильно подключаем ноги два отсюда 1 1 2 1 и колено воткнул 1 2 backfist дал колено выкинул все то же самое только по воздуху делаем во время тренировки больше не вот какое место по времени занимает это в начале после разминки нет есть если в сбор сборной команде допустим здесь выше спортивное мастерство есть начальное обучение то есть как будто эти вот полюбить любителям не обязательно то есть я им даю там периодически то есть не не каждый тренировку бой стене работы хотя дают то есть для того чтобы они могли мыслить человек самостоятельно занимается мой бой сильно как часто можно ему нужно каждый день любители три раза в неделю ходят и занимается только в зале то будет долгий прогресс а если ты получил знания какие-то умения и еще по другим дням тренируешь что у тебя намного быстрее пойдет процесс все друзья если у вас есть какие-то вопросы еще по бою стены задавайте в комментариях делитесь своим мнением по поводу того каким должен быть гости ведь мы знаем что среди вас очень много экспертов и по боксу по всем другим единоборствам какие выпуски мы еще снимаем с петровичем а мы их еще снимаем вы узнаете из нашего инстаграма не забывать на него подписываться ставьте лайки и подписаны колобовые ботаники и делитесь этим видео с друзьями спасибо большое спасибо всем пока до встречи если вы любите единоборство подпишитесь на канал прямо сейчас а мне будет приятно если вы поставите лайк и расшарите наши видео любителям эксклюзивщика советую наш инстаграм а другие наши видео вы можете посмотреть тут тут и тут или воспользоваться поиском по каналу как разместить у нас рекламу или заказать семинар с участниками канала как самому стать героем бобо или заказать фирменную одежду это и другая полезная информация в описании этого видео на ютубе